Тысячи фотографий, напоминающих о подвиге советских солдат. Чтобы увековечить память о череповецких героях Великой Отечественной войны, власти города и общественники создали грандиозный проект. Его название «Стена памяти». Специально к 75-летию Победы для горожан возведут пятиметровую гранитную стеллу с изображениями советских воинов. Мы рассматривали три варианта, когда занялись этим проектом. Это ультрафиолетовая печать, техника деколь, она выполнена в нескольких городах России. И фрезеровка. Соответственно, остановились на деколь именно по качеству. Ультрафиолет все-таки подвержен солнечным и водопроницаемым осадкам. И мы выбрали эту технику, договорились, с Саратове будем печатать. Фронтовые снимки совместят в одну цельную композицию. Из них составят всем известную фотографию – водружение знамени Победы над Рейхстагом. Если погода не подведет, в апреле монумент облицуют. Фотографии своих родственников, прошедших войну, череповчане приносили на протяжении полугода. Те, кто не успел рассказать о подвиге своих близких, еще могут это сделать. Стена памяти – это городской проект. Есть федеральный проект, называется он «Дорога памяти». Он до сих пор еще принимает заявки. Любой желающий, на сегодняшний день череповчанин, может также принять участие и в этом проекте, направив информацию через наш военкомат «Краснодонцев-118». Либо зайти на сайт Минобороны и там найти этот раздел, также отправить информацию. До 9 мая 2020 года принимаются материалы. За безопасность городской стеллы можно не беспокоиться, уверяют городские власти. Ценный памятник будет надежно защищен от вандалов. Напомню, что начальникам полиции принято решение, теперь площадь молодежи с 16 до 3 ночи патрулируется пешим нарядом. Вот, потому что здесь тоже будем планировать дополнительное видеонаблюдение, причем камеры хорошей разрешимости. И тоже попросим полицию как бы в дни праздника организовать здесь патрулирование, когда будет много народу. Возвести такое панно взялись химики. Специалисты наняли подрядчиков, которые уже приступили к работе. Сейчас котлован под гранитное основание уже отсыпали шлаком. Далее создадут бетонную подготовку и арматурный каркас. Рабочие уверены, что все удастся сделать в срок. Мы приступили к строительству и возведению этой стены памяти. И к 9 мая, к праздничной дате, надеемся, что в этом самом месте, в этом самом составе, с приглашением горожан, общественности города мы откроем этот замечательный мемориал, который будет напоминать подрастающему поколению о подвиге советских солдат. Ну и, собственно говоря, будет таким местом, я надеюсь, будет местом культурного отдыха, времяпрепровождения горожан. Место для размещения стены памяти выбрали соответствующее. Ее возведут в самом центре Парка Победы. Кирилл Смирнов, Егор Плюснин, Новости.